На заявление Петра Павла, который сказал, что если Украина потеряет половину населения в этой борьбе, то вряд ли это можно будет считать победой. Я не дословно пересказываю, я говорю, вот, посмотрю, то, наверное, это не будет победой. Ну и, собственно говоря, мы помним, что Петр Павел, он, в общем-то, реалистично смотрит на происходящее, потому что в прошлом году, накануне контрнаступления, он сказал, что у Украины будет только один шанс для того, чтобы, вот это вот контрнаступление для того, чтобы попытаться отвоевать там значительные территории, либо выйти на границы 1991 года. А сейчас он, собственно говоря, как и многие другие политики на Западе, говорит о том, что, ну, должно быть некая рациональная, должна быть рационализация в понимании своих позиций, своей ситуации, и, проще говоря, необходимо фиксировать то, что имеем, для того, чтобы переформатировать. Украина переформатировалась, переформатировалась архитектура европейской безопасности, и, как следствие, появились условия, которые позволят Украине прочнее встать на ноги и дальше уже решать вопрос восстановления территориальной целостности в какой-то долгосрочной перспективе. И все это требует филигранной игры, филигранной игры от журалистов, филигранной игры от государственных деятелей, политиков, чиновников, военных и социума в целом, потому что непонимание, во-первых, пределов, а во-вторых, непонимание стоимости, которую мы можем заплатить, если мы будем дальше находиться в розовых соплях, приводит, ну, к массе неприятных моментов, которые, вот, например, проявились в ходе визита Зеленского в США, когда, ну, многое, то, что было очевидно, что вот туда вот не нужно лезть, там вот это вот, как бы, выглядит наивно, привело к массе скандалов, ну, в частности, с республиканцами, и, собственно говоря, к, наверное, принятию западной элитой той позиции, что, в принципе, архитектура договоренностей по поводу безопасности в Европе будет формироваться без Украины. Ну, то есть, ей явочным порядком будут предлагать некие конструкции, в которых там наши интересы будут зашиты в какой-то степени, но преимущественно за нас счет, как более слабые, как страны, которая терпит поражение, ну, об этом уже не скрывая, говорят западные, опять-таки, наши союзники, западные медиа, и, как следствие, дальше украинское общество, украинский политический класс должны будут эту реальность принять и понять, как с ней работать. Правильно? Скорее всего, да, но давайте подумаем вот о чем. Любая война имеет свою цель. Если мы чуть-чуть отойдем от той страшной ситуации, в которой мы сейчас находимся, и вспомним о том, что происходило буквально перед войной, о том, как Америка, считая мир однополярным, говорила с Россией в лице Путина, помните, да, Байден и Путин в Швейцарии, что вот есть вот так и все, и мы не хотим, мы не собираемся слушать ваши пожелания. Какова цель России? Вот мы говорим, Украина борется за собственную субъектность, так и Россия борется за субъектность. Она хочет снова войти в клуб тех, кто принимает решения, из которого она так или иначе выпала благодаря однополярному взгляду на мир. Сейчас я считаю, что она в этом плане своих целей достигла в результате войны. С ней считаются, дают понимание того, что ее интересы будут учитываться. Какова цель Украины? Точно так же я не хочу сейчас говорить, я последнее время слышу такую даже фразу, не знаю, как ее трактовать, когда границы 1991 года называют ограничением 1991 года. такой ограниченный взгляд на единственный формат описания нашей победы в режиме просто наличия данной конкретной территории. И Петр Павел, который сказал, что быть ли там нужна земля, если на ней не будет людей? Сможем ли бы что-то с этим делать? Я хочу здесь процитировать один для себя очень неприятный монолог, точнее, я хотел выйти на диалог, но человек, с которым я говорил, это представитель одной из очень влиятельных сфер в Британии, когда обсуждались вопросы перед тем, как наш контрнаступ, и когда решался вопрос, сколько нам давать, какие давать нам ресурсы и так далее, он задавал простой вопрос. Там рядом со мной сидело очень много людей, которые отвечали за военную сферу. Он спросил так, вы готовы администрировать пространство хотя бы до Урала? Ну, не территориально, но хотя бы информационно, вы вообще готовы? В таком плане. Если нет, то, пожалуйста, поймите, что вы получите ровно столько ресурсов, сколько мы решим нужным. Вы полностью зависите сейчас от этого всего. Значит, украинская субъектность, где она простирается, где она заканчивается? Она заканчивается фронтом, она заканчивается границами 1991 года, она заканчивается встречей с кандидатами в президенты. Что считать нашей победой? Вышли на границы 1991 года, хорошо. И что дальше? Мы можем администрировать эту территорию, мы понимаем, какую Украину мы должны строить. Мы поменяли вектор развития вообще, или мы продолжаем тот же самый вектор, который у нас был до этого. Мы вообще администрировать, что будем делать, какие у нас задачи. Ну и тут я повторю еще один тезис, который был на нашем самом первом с тобой эфире. Я говорил о том, что победа – это следствие. Победа – это следствие другого администрирования. Другой тезис. Должна… Та Украина, которая сейчас, она не может победить, с моей точки зрения. Должна победить какая-то другая Украина, которая будет по-другому администрировать свою экономику, которая по-другому будет строить систему отношений в армии, которая по-другому будет строить отношения в культурной политике, информационной и так далее. Нынешняя ситуация – это следствие того способа администрирования, в котором Украина прожила 33 года. Соответственно, победой, с моей точки зрения, будет смена режима администрирования, которая, возможно, потом как следствие приведет к тому, что мы, как, например, Германия присоединим эти территории, или, я не знаю, в каком-то другом режиме. Масса примеров. Тут же пример с Азербайджаном. То есть они поменяли систему взглядов, систему администрирования и выстроили ту конфигурацию, которая позволила им вернуть свои территории. Да, Россия, Российская империя, Советский Союз. Точно. Тоже масштабный пример. Первую мировую войну проигрывают, по сути, находясь в коллиции, которая победила. Во Второй мировой войне побеждают, находясь в коллиции, которая победила. Причем, потерпев на начальном этапе, гораздо больше поражения, чем потерпела Российская империя. И мало того, потерпев еще политическое поражение, про которое мало кто говорит. Самые россияне не хотят говорить про эти два года войны, 39-й и 41-й. Но это было политическое поражение Советского Союза, которое было переосмыслено. И уже в 41-м году, может быть, кто-то помнит, кто-то не помнит. Вообще-то, в то время, как героическая Красная Армия оборонялась под Москвой, та же Красная Армия зачем-то вместе с британцами оккупировала Персию. То есть, они уже были в этот момент союзника. Сразу, 41-й год, и из союзника Германии, Советский Союз превращается в союзника Британии, и в другую систему координат, другую систему интересов. Они проклятыми буржуями сели и начали договариваться. Нам, я считаю, нужно совершенно переосмыслить, то, как мы себя ведем, если мы хотим субъектности. Я считаю, что победы, с чего началось это все, это борьба за субъектность, революция гидности, она должна привести к победе субъектности в управлении, в администрировании, в формировании государственности Украины. Вот это будет победой. Какая цена будет за это заплачена? Возможно, будет заплачена цена территориями, уже заплачена цена жизнями, но будут ли эти жизни зря? Потому что, если ничего не поменяется, неважно, чей Покровск, если ничего не поменяется. Неважно, даже, чей Мелитополь. Мне очень больно, но по факту, неважно, даже, чей мой родной Северодонецк, который, судя по тем текстам, которые происходят, договоренности, что вернуться к каким-то границам, вот Крым, вот Донецко-Луганской области, какой-то размен территориями. В этом случае, мой родной Северодонецк окажется на территории России, да еще и разрушенной полностью. Ну, на территории оккупированной России. Да, оккупированной, да, уже присоединенной по Конституции и так далее, и тому подобное. Но я сейчас думаю о другом. Будем ли мы другими? Выйдем ли мы из этой войны в ситуации, когда мы остались такими же и продолжаем так же? Или вся эта цена, страшная цена, будет заплачена впустую? Вот мой вопрос, который я хотел бы поставить, и это очень важно. Да.